Девушки отдыхают Старинный фотоаппарат Немало повидал он на своем веку и о многом может рассказать Но сначала мы вспомним о далеком его предшественнике Давайте мысленно перенесемся на много лет назад Задолго до появления привычных нам фотоснимков Существовали так называемые доподлинные виды Создавали их с помощью хитроумного устройства камеры-обскуры Обскура по латыни означает темное Надо, чтобы внутри было темно, а снаружи светло Тогда лучи света, которые пройдут сквозь крошечное отверстие И сфокусируются в нем почти как в объективе Передадут на плоскость перевернутое изображение Сейчас его фиксирует фотопленка А когда-то контуры обводил человек Так в середине 18 века был сделан снимок Невского проспекта Чтобы добиться полной точности Видописцы применяли целый набор Измерительных и чертежных приспособлений Но доподлинные виды Это не просто чертежи, снятые с натуры Видописец дорисовывал людей Различные жанровые сценки Такие рисунки Документально и вместе с тем живопередающие атмосферу своего времени Называются «Стафаж» Первый альбом видов Петербурга Был создан по случаю полувекового юбилея Столицы российского государства Известен нам и автор этих произведений Работы свои он подписывал скромно Подмастерье Михаила Махаев А ведь был настоящим мастером Не раз приходилось старинному фотоаппарату Снимать ветряные мельницы Сейчас подует ветер И закружатся широкие крылья Начнут вращаться жернова Перемалывая зерно Нет, ветряные мельницы свое отслужили Это далекое, невозвратимое прошлое Но сама идея использовать энергию ветра Отнюдь не устарела Наоборот, человек лишь начинает по-настоящему Осваивать этот вид энергии Мощность ветроэлектрических станций пока невелика Им нужен сильный, постоянный воздушный поток Да и то приходится все время, так сказать, держать нос по ветру Так было до тех пор, пока ученые не нашли совершенно новый принцип работы ветряков Оказывается, ось вращения должна быть не горизонтальной, как раньше, а вертикальной И вместо лопастей крылья особой формы Вот, например, конструкция, напоминающая скорее карусель, чем воздушный винт Проведем простой опыт Включаем вентилятор Два обычных ветряка крутятся, два стоят Карусель работает Ветер переменился Ветряки поменялись ролями А карусель работает При любом изменении ветра Она вращается быстрее Обычного винта И всегда в одну сторону Ветроэнергетика получила новые Мощные крылья В самом прямом смысле этого слова И каждого, что не надо сжигать топливо Не надо перегораживать Плотинами реки В нашей стране Немало мест, где почти не бывает Безветренной погоды Пусть эти смелые проекты Выглядят сегодня фантастикой Они помогают нам увидеть Черты энергетики будущего Наш старинный фотоаппарат Свидетель рождения многих технических новинок В том числе и велосипеда Этот трехколесный Для малышей И, конечно, они мечтают Поскорее пересесть на настоящий Двухколесный С тех пор, как человек Впервые нажал на педали Именно в двухколесную машину Он вкладывает массу энергии И изобретательности Но вот в студенческом конструкторском бюро Московского автодорожного института Решили заново изобрести Трехколесный велосипед Получилась необычная машина Веломобиль В кабине человек располагается полулежа Как автогонщик Значит, прежний велосипедный руль Здесь не годится Вместо руля Рычаг управления А вот педали остались обычные Только расположены в соответствии С новой позиции велосипедиста Впрочем, слово велосипедист Наверное, уже не подходит Скорее, веломобилист От ветра, дождя, даже снега Защитит его кабина Из пластмассы и оргстекла Видите, она низкая, обтекаемая Поэтому двигаться можно Со скоростью 50 км в час Наконец, оказалось, что ездить полулежа Очень даже удобно Надо только немного потренироваться Чтобы привыкнуть Перед фотоаппаратом Обычная коза А бывают ли необычные козы Этот вопрос и привел нас в деревню Медная Калининской области Чуть ли не с рождения мы помним о том Что идет коза рогатая А это кто идет? Где у них рога? Куда подевались? Ответить можно так Селекцией домашних животных Человек занимается очень давно Тысячи лет Выводя новые породы Развивает в них те качества Которые выгодны ему Человеку И животные постепенно теряют Сходство с дикими предками Так некоторые молочные породы Домашних коз Потеряли рога Но зато стали дружелюбными Веселыми Охотно играют с мальчишками И девчонками И вот что еще интересно Хотя у козлят этой породы Рога так никогда и не вырастут Все они очень любят бодаться Во время игры Вот какие необычные козы Живут в деревне Медная Конечно, мои дети Еще не все на свете И это очень грустно Приходится признать Но было бы Но было бы желание Придут к тебе Придут к тебе и знания За это вам ручается Журнал «Хочу все знать»